Власти Молдовы активно вмешивались в ход местных выборов, используя инструменты режима ЧП и административный ресурс, повышая зарплату госслужащим и выплачивая единовременные пособия педагогам и полицейским. При этом через спецслужбы и решение комиссии по ЧАЭС, правящий режим всего за 48 часов до дня голосования, снял с предвыборной гонки 8605 кандидатов от партии Шанс. А ограничения свободы слова через блокирование работы телевизионных каналов и веб-сайтов с точки зрения международного законодательства по защите прав человека не представляют собой меры пропорционального ограничения свободы выражения мнений. Такие выводы содержатся в промежуточном отчете наблюдательной комиссии ОБСЕ на всеобщих местных выборах в Молдове от 5 ноября. Новые поправки в кодекс о выборах, включая последний за месяц до дня голосования, запрещающий участвовать в выборной кампании кандидатам от признанной ранее неконституционной партии ШОР, остаются под вопросом. Более того, всего за 48 часов до 5 ноября с предвыборной гонки были сняты 8605 кандидатов от партии Шанс, которые не были осуждены за какое-либо преступление. Глава миссии по наблюдению за выборами офиса ОБСЕ Кориен Йонкер на пресс-конференции также подчеркнула, что ограничительные меры, принятые властями накануне выборов, оказали негативное влияние на избирательный процесс, а исключение партии Шанс не обеспечило правовой защиты, ограничило выборы избирателей, что несовместимо с обязательствами ОБСЕ и другими международными стандартами. Отстранение всех кандидатов партии Шанс накануне выборов по решению КЧС не имело возможности обжалования, что ограничивало выборы избирателей и привело к тому, что в некоторых более мелких населенных пунктах были выборы только с одним кандидатом. У наблюдателей ОБСЕ возникли опасения насчет решений правительственной комиссии ПЧС во главе с Дарином Ричаном и не только в случае со снятием с выборов оппозиционных конкурентов, но и по поводу закрытия шести оппозиционных телеканалов и десятков веб-сайтов. По их мнению, власти через спецслужбы и комиссию ПЧС блокировали работу СМИ, однако эти ограничения были несоразмерным нарушением. В отчете эксперты ОБСЕ подчеркнули, что это не первый случай. В декабре 2022 года комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила действие лицензии на вещание шести телеканалам из-за опасений, подозрений в дезинформации, угроз национальной безопасности и предполагаемый контроль этих каналов со стороны физических и юридических лиц, включенных в список международных санкций. 30 октября КЧС приостановила действие лицензии на вещание еще шести телеканалам, а СИП распорядился заблокировать доступ к 73 сайтам на тех же основаниях, несмотря на то, что Совет по телевидению и радиовещанию не вводил санкции этих станций в прошлом за дезинформацию. С точки зрения международного законодательства по защите прав человека, эти случаи не представляют собой меры пропорционального ограничения свободы выражения мнений. В этой связи глава наблюдательной миссии при ОБСЕ Кориен Йонкер предупредила КЧС об опасности применения ею своих широких полномочий. Поэтому я бы подчеркнула, что комиссия должна использовать свои полномочия с максимальной осторожностью. Парламент должен эффективно осуществлять свои надзорные полномочия и принимать решения, влияющие на право на участие в выборах и ограничение свободы выражения мнений. Эксперты наблюдательной миссии выступили с призывом к правительству о пересмотре полномочий КЧС, подчеркнув, что для продвижения демократических реформ в Молдове эти вопросы требуют срочного решения как на законодательном уровне, так и на практике. Более того, в отчете миссии говорится и о том, что власть вмешалась в выборы и использовала административный ресурс, повышая зарплаты госслужащим, а премьер-министр Дарин Ричан открыто агитировал за правящую партию. 5 октября парламент принял поправки в госбюджет, выделив средства на повышение заработной платы 170 тысячам государственных служащих и единовременные выплаты учителям и работникам полиции. Премьер-министр в своем официальном качестве участвовал в избирательной кампании партии «Действие и солидарность». Такая практика стирает грань между государством и политической партией и противоречит обязательствам ОБСЕ. Досталась порция критики Центральной избирательной комиссии, которую ни много ни мало заподозрили в политической ангажированности. Большинство членов Центральной избирательной комиссии выдвинуты правящей партией, что способствует дисбалансу, который бросает вызов институциональной беспристрастности. Глава генеральной миссии по наблюдению за местными выборами Бюро ОБСЕ уточнила, что окончательный отчет об оценке всего избирательного процесса будет опубликован через месяц после окончания избирательного процесса. Всеобщие местные выборы контролировали почти 200 наблюдателей миссии офиса ОБСЕ. Продолжение следует...